Рейд по неблагополучным семьям провели повладарские депутаты и полицейские. По одному из адресов их встретили в нетрезвом состоянии. Сразу порядка провели разъяснительную работу. Смотрим далее. Всего в ходе рейда посетили два дома и ознакомились с условиями проживания семей. Семьи стоят на учете как неблагополучные. К примеру, пенсионерка Надежда Иванова проживает с дочерью и внучкой, которые часто устраивают пьянки. Пожилая хозяйка квартиры жалуется на их разгульный образ жизни и переживает за воспитание подрастающей правнучки. Она не работает, она наркоманка. Вот соберется, как начнет кричать. Я корвалол пью. Вот вчера прибежит ночью. Убежит опять, мне сон перебьет, опять прибежит. А дочка ваша? А дочка тоже пьет. Они в другой раз уйдут все. Одна и вторая, по трое суток их нет. Во втором случае молодая женщина только что рассталась со своим супругом. Своего ребенка передала на воспитание бабушки. Две семьи, которые мы сегодня обошли, они на путь исправления у нас идут, на работу устроились. Есть нюансы. С ними работают психологи. Участковыми инспекторами по делам несовершеннолетних семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел, проверяются еженедельно. Кроме того, подобные обходы и обследования жилищно-бытовых условий детей со своей стороны организовывают представители учебных организаций, за которыми закреплены несовершеннолетние. В свете последних событий мы вместе с отделом полиции, с сотрудниками социальной защиты, мы как от филиала партии «Аманат» в рамках проекта «Бахто-дбассе» провели обход неблагополучных семей. Это ряд семей, в которых дети воспитываются. Есть нарекания со стороны школы, со стороны ОДН. Мы их решили проверить, промониторить, где проживают, в каких условиях. И все это наглядно посмотреть, поговорить и с родителями, и с детьми, что и получилось сделать. Хочу сказать, что на этой встрече были семьи, которые мы тоже взяли на контроль. И теперь будем надеяться на улучшение их условий жизни. Пока по результатам рейда были проведены разъяснительные работы, речь шла о слабой успеваемости в школах, пробелах воспитаний. Однако в случае возникновения реальной угрозы жизни и здоровью детей в отношении родителей будут предприняты более жесткие меры. Подобные профилактические меры весьма полезны для общества. Молодежь с большим энтузиазмом приняла в них участие. Мы увидели изнутри работу правоохранительных органов, и главным образом каждый извлек для себя урок. На самом деле в жизни бывают разные ситуации, и мы готовы поддержать семьи, испытывающие сложности. В целом депутаты всегда предлагают свою посильную помощь. Помощь в трудоустройстве, оказание правовой консультации, доступ к кризисным центрам – это тот минимум, на который всегда могут рассчитывать неблагополучные семьи. Так или иначе, все не находятся под контролем полицейской службы и службы социальной защиты, особенно если речь идёт о защите прав и интересов несовершеннолетних детей.